Вот остальные мои дети, вот мои святые. Каждый день в 5 утра Вафа Гамидова уже на ногах. Первым делом идёт в сад к своим любимым розам. В 95-м я сюда зашла. Было два комната. Вот это пустыня была. Здесь толком был навоз, мусор. Мы трактором ровняли. Я сначала несколько роз купила, а потом начала членки сажать. У меня во дворе 225 куст роза. Выращивает цветы женщина не только для себя. Раздаёт соседям, просит сажать на улице, чтобы было красиво. Глядя на этот шикарный розарий, даже не верится, что растит его Вафа без воды. Водопровода в хуторе не было никогда. У нас есть бочок, как называется, бочки. Когда дождь идёт, мы каждую каплю набираем. Чтобы когда дождя нет, мы их поливаем. И чтобы покупная вода нам дорого, если поливать, честно скажем. Такой элемент садового декора есть на каждом хуторском участке. Это колодец для хранения покупной воды. Смысл в том, что люди заказывают её в городе. Приезжает водовоз, сливает воду в ёмкость. И можно какое-то время её использовать. Кто-то ставит моторы специальные. Тогда система получается автоматическая. Кто-то по старинке продолжает таскать воду ведрами в дом. Колодец муж Вафы сделал ещё в 97-м. Ёмкость получилась глубокой. Вмещает 6 кубов воды. Ну, нам два машина. Получается, машина три куба. 6 куб в месяц. За то, что мы двоём сейчас дети уехали, мы с мужем двоём остались. Два машины хватает, 6 кубов. Но это для себя, да. Мыть, купаться, стирать. 2000 в месяц у меня вот уходит на эту воду. С колодцами живёт и семья Бегиашвили. Чем возим воду? Чтобы имели представление, что такое бочка. Вот такой вот бочкой мы возим воду. Семья большая, 12 человек. Пять бочек мы сжигаем. То есть, накладно, хорошо у нас своя техника. Мы сами себе привозим дешевле. А вот старики, пенсионеры, им очень тяжело. Бегиашвили – фермеры. Держат хозяйство, которое и кормит, и деньги приносит. А ещё – огород. Рядом с домом есть озерцо, из него и поливают пока можно. Кутер Хорошевский образовали в 1972-м. Попытки провести здесь воду начались ещё в 90-х. Пробовали, бурили и скважины пробные для водоснабжения. Везде по анализу вода не проходила. В связи с тем, что повышенный уровень солей на данной территории, ну, плюс ещё там бактериологический анализ не подходил. Для того, чтобы подключить Хорошевский к централизованной системе, в 2020-м году сюда протянули водовод от насосной станции Пятигорска. Проект реализовали в рамках нацпроекта «Экология». Деньги выделили из краевого бюджета. Сейчас начался второй этап строительства уличной водопроводной сети. Труба, как она долговечная. Она просто долговечная. Она дольше лежит в земле, чем металлическая. Да, гарантия больше. После того, как проект прошёл госэкспертизу, до конца года мы должны смонтировать порядка 4,6 километра трубы, поставить насосную станцию и построить два резервуара чистой воды. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». Стоимость второго этапа – почти 30 миллионов рублей. Вопрос водоснабжения края на особом контроле губернатора Владимира Владимирова. Помимо Хорошевского, в регионе реализуют ещё ряд масштабных мероприятий, чтобы обеспечить жителей качественным водоснабжением. УСВН Александровская мы реализуем и должны в этом году завершить проект. У нас также ведутся работы в рамках программы Старополь-Крайводоканала по ремонту, по модернизации сетей на последующие годы. Также у нас в планах есть работы по нескольким объектам. Основная масса этих объектов будет располагаться у нас и на территории Придгорного, Почубеевского района, Мирловодского и так далее. Ну а пока работы в хуторе идут, жители в предвкушении долгожданного счастья. Как их увидели, что когда они приехали, честно скажем, я хотела уехать в море. Я не уехала. Нам самое главное, что вода, потом дорога, а потом уже можем отдохнуть. Мы очень рады, что нам водичку проведут очень. И долгожданное это для нас вообще событие. Я думаю, нашему правительству вообще спасибо. Пообщались с местными жителями и насладились ароматом роз Кира Мартынова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.